На единой цифровой платформе в сфере занятости работа России в этом году организован прием на целевое обучение в высшие и среднепрофессиональные учебные заведения. Более тысячи работодателей Верхней Волжии готовы выучить, как говорится, за свой счет студентов, чтобы после окончания учебы их трудоустроить на своих предприятиях и организациях. О новой цифровой платформе, которая стала доступна с 2024 года, об обязанностях, которые будут ждать студентов после окончания учебы, расскажем прямо сейчас. Арсений в этом году закончил школу, сдавал ЕГЭ по трем предметам. Основным для молодого человека был экзамен по информатике. В будущем юноша хочет стать специалистом в области информационных технологий. И вот почему. Вижу спрос, ценность данной деятельности в будущем. В течение времени очень многое отдается компьютерной деятельности. И многое, что раньше делалось человеком, сейчас обрабатывается или же роботом, или же искусственным интеллектом, или же просто в сети интернет. Специалистов в сфере информационных технологий пока не хватает. Также остро стоит вопрос нехватки кадров в сфере образования, агропромышленного комплекса и строительной отрасли, а также медицинских работников, медсестер, фельдшеров и, конечно, врачей. Эту задачу призвано решить целевой набор. Только в Тверском медицинском университете увеличено количество мест по целевому направлению. Вектор развития на целевое образование. Приемная компания имеет приоритетное зачисление. Как раз целевики. Это приоритеты. И они будут зачислены уже первую волну. Их места у нас довольно много. 168. Обучение по целевому направлению происходит уже несколько лет и пользуется достаточным спросом у абитуриентов. Сегодня на первый план выходит необходимость стыковки выпускника и работодателя. Именно молодые специалисты становятся значимой инвестицией для рынка труда, важным фактором роста экономики и технологического развития страны. Если раньше абитуриенту было сложно найти работодателя, получить первый трудовой опыт, то сейчас эту проблему хотят решить с помощью цифровой площадки кадрового центра «Работа России». Закон об образовании еще в 2019 году была введена статья о целевом обучении. С этого года постановлением правительства портал «Работа в России» определена площадкой, на которой работодатель размещает свои предложения о целевом обучении для студентов. В предложении указывается количество рабочих мест, каких выпускников, ребятах, либо студентов работодатели готовы в будущем принять к себе на работу. Там прописываются меры поддержки, которые работодатель может оказывать в период обучения студентам. У работодателей, которые думают о завтрашнем дне, появился простой и современный цифровой инструмент для решения задач по обеспечению себя работниками, прошедшими обучение именно для трудоустройства к ним. А у студентов, в свою очередь, будет гарантия, что они не останутся без работы после обучения. На сегодняшний день более тысячи работодателей Верхневоложья заявили о готовности выучить для себя специалистов. В Тверской области доступно 2250 вакансий, 1505 из которых высшие учебные заведения, 745 в среднепрофессиональные. Подано большое количество мест на целевое обучение, причем работодатели различной сферы. Это было здравоохранение, это было образование, это был агропромышленный комплекс, обрабатывающий производство. Практически все крупные работодатели, все заявились на целевое обучение. В дальнейшем уже студенты и абитуриенты после зачисления могут откликнуться, выбрать своего работодателя, откликнуться в личном кабинете госуслуг и заключить уже договор. Но есть один важный нюанс. После обучения по целевому направлению выпускник, согласно договору, обязуется от 3 до 5 лет отработать на работодателя, с которым был заключен договор на целевое обучение. В противном случае предусмотрены штрафные санкции за невыполнение обязательств. Наказание будет рублем. Сколько именно придется заплатить, зависит от договора с работодателем.